я у ребят всем привет с вами давай мы сейчас находимся фэлэн джаз это джаз бар с крутыми кальянами настоящим американским джазом находится это место в реутове по адресу октября дом 3 так что ребята всех ждут так что будет время забегайте а мы сейчас будем снимать обзорчик на новый табачок который о себе очень громко заявляет это твэлф название ну прикольная короткая интересная да собственно у меня сейчас забита малина все остальное в принципе я уже прокурил и есть одна баночка которую я скурил полностью это вкус байкал давайте собственно немного посмотрим что это вообще ребят блять за нахуй такое твэлф делается в брянске соответственно всеми знакомыми баночками да из под кремов ничего собственно особенного нету на данный момент продукт еще без акцизные но в скором времени говорят что будет акциз из таких особенностей о которых заявляет производитель это конечно же что это чистейший итальянский берли так заявляет производитель также есть такая интересная новость которым ребята очень гордятся возможно то что ну по крайней мере звучит это очень интересно про правдоподобность я вам ничего не скажу и ничем не смогу это подтвердить но якобы сахарный сироп то есть да по так вкус ну сахар вот весь делает технолог из компании ferrera расше блять охуенно пиздец теперь давайте поговорим про сам табак по консистенции довольно таки жиденький черного цвета ароматика самая такая стандартная грубо говоря не вау и как бы не дни говно короче очень довольно таки прикольно пахнет очень хорошо чувствуется привкус табачного листа но здесь немного непонятно пахнет ли это берли либо пахнет это какой-то дешевой табачиной то есть тут сложно что либо определить в целом могу что сказать учитывая что я уже все прокуривал то наверное мой вывод будет таков что табак еще до конца не дотягивает до того чтобы стоять на полках кальянных именно как хороший утвержденный табак да начнем наверное потихонечку по очереди при курении есть очень неприятный аромат такой знаете более маслянисто приторный и очень так сильно выводит горло в ваш дискомфорт да то есть немного дискомфортно очень как бы вроде думаешь сейчас покурю и пройдет да и раскроется ароматика но нет во время всего курения а мы чувствуем вот эту непонятную ароматику то есть непонятные дополнительный какой-то фоновый привкус собственно табака возможно я забыл что такое берли возможно я забыл как берли раскрывается когда собственно его используют как кальян с как сырье под кальян но это жутко неприятный такой эффект то есть ощущение жутко неприятная охота как бы ну надоедает это курить потому что такое ощущение что учета давит на тебя знаете вот такой вот привкус в целом если смотреть по фрук по вкусам то такие вкусы как допустим вафли да они у них очень топовые очень крутые очень хорошие гранат тоже интересный но в гранате скорее всего больше всего ощутим вот этот привкус давайте будем называть что привкус бёрли да как бы пускай будет так вот именно в гранате это все крайне непонятно такой вкус как байкал да он оказался самым топовым и я просто выкурил целую банку даже не капельки не банку не оставил блять на обзор а что касается вкуса лайм он очень едкий грубо говоря очень похож знаете на фейри лаймовый фейри фейри то есть со вкусом лимона и он очень нихуево так выгинает и разъебывает банку мне кажется боец и и все если вы с ним встретитесь да блять в темном переулке так не раскачает вам башню как лайм раскачивает собственно банку от табака 12 из такого интересного чуба хотелось бы прям так выделить выделить и немного вывести твел в такие плюсы это то что некоторые вкусы прям реально крутые и по крепости явно до берли не дотягивает то есть многие когда слышит вкус то есть слова берли думать что очень крепкий продукт данном случае его именно выделить как крепкий продукт никак не могу средняя крепость возможно временами просадка в крепости получается что-то более-менее такое обыкновенное по жаростойкости табачок более-менее хорош держит жар довольно таки быстро прогревается но есть минус а ароматика очень быстро пропадает буквально минут двадцать пять и от той заявленные в на самом старте ароматики остается процентов 15 мы курим назовем это лист берлик до если примерно сравнивать с того сегмента и просто представим давайте просто блять представим то что твел в это акцизный табак который продается в открытой продаже все легально все законно да и как бы нет каких-то проблем то если его сопоставить с рядом таких продуктов как джасмоук потом как этот мазхев то мазхеву он проигрывает по многим параметрам но гораздо лучше чем джасмоук тоже по многим параметрам но если смотреть прям все это наглядно и раскуривать прокуривает это понимая что в принципе с джасмоком они на одном уровне и здесь наверное уже будут играть роль цена то есть у кого дешевле тот и будет выигрывать ну и конечно же то что твел в это немного новый продукт а джасмок это блять джасмок а у вас есть джасмок укуруза у вас есть джасмок да как бы то здесь соответственно твел в будет и проигрывать джасмоку но посмотрим что будет дальше ребята только разгоняются они проводят своем городе какие-то вечеринки какие-то прикольные темы но если просто брать в пример то что если мне скажут да вот и будешь курить твел в как бы на постоянке да там на какой-то основе в заведениях там дома то я скорее всего скажу что я буду курить только некоторые вкусы но явно не все и вкусы реально ограничены то есть топ вкусов он реально очень сильно ограничен и из этих топ вкусов грубо говоря два не более-менее десертные это вафли ну и грубо говоря назовем тоже необычным вкусом вкус байкал до который я скурил всю банку что касается именно как его забивать то забивать его гораздо удобно уже табак рыхлый он не скамкивается в какой-то пластилин и работать с ним собственно намного удобнее ну и плюс конечно же сам контейнер да пускай он самый банальный пускай он самый такой уже надоевший но это гораздо лучше чем просто какие-то пакетики как бы вот так по продолжительности курения я бы скорее всего это отнес такому сегменту как ну 40-35 минут с натяжкой далее потом начинает как я говорил уже пропадать ароматика и ты уже куришь просто берли как бы ничего личного если допустим да вот брать твел в заведение то крайне сложно чистым его покурить будет особенно гостям поэтому лучше начать его просто смешивать с чем-то тогда да он выигрывать при смешивании по что появляется какая-то дополнительная нотка в общем миксе который немного выделяет твой возможно правильное применение то что я его мешал с дарксайдом я его мешал с другими я его мешал спуэром то есть добавлял в него пэр и в принципе контактирует и дружит с многими продуктами он в принципе очень хорошо как я и говорил сейчас начинает появляться вот этот неприятный сгусток какого-то такого эффекта масла очень так маслянисто проходит и остается прямо на гортане это скорее всего ребятам нужно просто будет подтянуть технолога по разобраться до конца в сырья возможно это просто дело в итальянском бёрли и конечно же технологом с ферреро ше как-никак это сука не ферреро ше и рафаэлла делать для это табак это посерьезнее блять но и заключение наверное можно будет подвести такую общую картинку до всего табачного листа если вы хотите что-то покурить очень яркая насыщенная то это не 12 однозначно если вы хотите покурить что более сбалансированная не сильно яркая но при этом курибельная да как бы то это 12 по цене я вас к сожалению не сориентирую потому что цены варьируются и соответственно я не знаю какая его цена на данный момент но и конечно же напоследок а если вы будете в рио то ведь то здесь есть прикольное заведение в котором мы сейчас снимаем очень уютное с окошечками это фалин джаз здесь есть кофе настоящий американский джаз и конечно же крутые хорошие кальяны так что забегайте риотов октября 3 они вас ждут они вам все сделают по красоте это табак 12 механик смог и собственно я сам всем пока пока